Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шара. Сегодня в выпуске. Страшная находка ожидала дворников, которые впервые за зиму решили очистить козырек подъезда от снега. Под метровым слоем они обнаружили тело женщины. Качество дорожных работ по весне оценивают. Подрядчики за свой счет восстанавливают самарские дороги. Когда откроется Фрунзенский мост, заработают умные светофоры. В Самаре прошло заседание общественного совета при департаменте транспорта. Новые бойцы на страже чистоты. Автопарк регионального оператора пополнился семью мусоровозами. Дворники дома на улице Черемшанской обнаружили страшную находку. Расчищая козырек подъезда от снега из-под метрового слоя, они откопали тело девушки. Ее имя пока не разглашается, но известно, что еще осенью в этом подъезде пропала женщина. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Дело, которое вели следователи почти полгода, подходит к своему финалу. Накануне коммунальщики нашли тело женщины на козырьке подъезда дома по улице Черемшанская, 160. По предварительной версии правоохранителей, это тело Лины Сторожевой. Лина вместе со своей мамой и сыном жила на первом этаже в одном из домов на Черемшанской. В день исчезновения она попала в объектив камер видеонаблюдения. Женщина вышла из подъезда и спустя какое-то время зашла обратно. Больше на улицу Лина не выходила, но при этом в живых с тех пор ее никто не видел. Узнала об этом сегодня только утром, что нашли женщину у нас над козырьком. А так с осенью она пропала, я слышала. Накануне исчезновения семья Сторожевых готовилась к новоселью. Мама Лины за пару дней до трагедии уехала на новую квартиру. В день исчезновения дочь созванивалась с ней, но утром 15 числа уже перестала отвечать на телефон. Приехав к дочери, Любовь увидела открытую дверь квартиры. Я ее все время ругала, чтобы она дверь не оставляла открытой, потому что ребенок дома, мало ли кто зайдет. Вот еще захожу, ругаю ее про себя, говорю, опять дверь не закрыла. Смотрю телефон, в коридоре стоит лежать на полочке. Я сразу все поняла, что что-то нехорошее. По телефону Лины женщина начала обзванивать всех друзей и знакомых. Выяснилось, что все последние звонки за неделю с телефона женщины были удалены. К телу, найденной на козырьке подъезда женщины, маму Лину не подпустили. Поэтому она надеется, что это не ее дочь. Мне позвонили, сказали, что обнаружили труп девушки. Я оделась, вышла. Но еще ее не спускали, там спасатели наверху были. Но полицейские меня выпроводили домой, сказали, на это вам смотреть не надо, вы не выдержите это. Последние 8 лет Лина работала страховым агентом в крупном автосалоне. На работу никогда не жаловалась. На личные проблемы тоже вспоминает близкая семье соседка Татьяна Мордасова. Всегда веселая была по работе, всегда у ней суперски, всегда она очень хорошо выглядела. То есть у нее никогда по работе проблем не было. То есть никогда не жаловалась она. В настоящее время тело отправили на экспертизу для установления личности. Правоохранителям и экспертам предстоит выяснить причины и обстоятельства смерти молодой женщины. Пока от комментариев они воздерживаются. Мэри Елчан, Максим Гусев, События. В Самаре продолжают мониторить деятельность управляющих компаний. Активисты ОНФ составили антирейтинг коммунальщиков. Чтобы обсудить в каком направлении двигаться дальше и как бороться с нерадивыми хозяйственниками, организовали круглый стол, на который собрались представители городских властей, общественники и недовольные жители. Луиза Хусаенова показывает нашей съемочной группе, какой беспорядок творится в квартире из-за протекающей кровли. В течение 10 дней, со 2 марта по 12 марта, были звонки с просьбой прийти. Никто с ЖКС не приходил, ни один специалист не приходил. Течь не устраняли, но вообще никто не приходил. С начала года в госжилинспекцию поступило около 2000 жалоб на работу ЖКС. Компании выписано более 70 миллионов рублей штрафов. Вопросы жителей представитель управляющей организации предпочел проигнорировать. А вы погасили долги РСО, то есть у вас изменилась структура кредиторской задолженности компании. Кто теперь главный кредитор компании? Главный кредитор компании? Я думаю, не там, кто главный кредитор. Я признаю структуру своей кредиторской задолженности. Я просто думаю, могу ли я это озвучить. Можете озвучить информацию, публичный доступ можно найти в прокуратуру. Отвечу на письменный запрос. Надежда Паух тоже жалуется на плохую работу управляющей компании. За зиму жители ее двора уже несколько раз чистили крышу и придомовую территорию своими силами. Мы пишем, у меня есть много предписаний из ГЖИ. Синяк вывезла мне администрация. Спасибо большое. Работа коммунальщиков на особом контроле у городских властей. Заказчик управляющей компанией – это население. А население на сегодняшний день, оно недовольно. И тогда власть стоит рядом с населением и помогает населению разбираться с теми нерадимыми управляющими компаниями, которые есть. Общественники создали антирейтинг управляющих компаний. Возглавила негативный список компания ЖКС. Что такое ЖКС, в вашем районе обречься? Это организация, в которой нет официально ни одного сотрудника. Евгений Александрович у нас сейчас выступает, от лица ЖКС, но он не является ни директором, ни сотрудником ЖКС. В Евгении написано, что эта организация управляет другая организация. По нашим административам, которые мы возбудили, 128 раз. 128 раз, написано 128 апелляций, будет 128 решений другой инстанции. И когда мы дойдем до конца, до верхового стата, мы с вами поговорим. Я понимаю, что вы максимально пытаетесь затянуть. Мы не затягиваем до всего. И все это время собираетесь людей делать. Выстроить свою работу, прежде всего, с правоохранительными структурами, чтобы над теми управляющими компаниями, которые, по большому счету, в некоторых случаях вредят, повесить реально до моклов меч. Чтобы они понимали, что любая жалоба гражданина, которая вышла за рамки управляющей компании, а это происходит тогда, когда управляющий не выполняет своих обязанностей, для них была чревата серьезными последствиями. Большинство жалоб от самарцев поступает на протекающую кровлю. Коммунальщики же, в свою очередь, сетуют на веткое жилье и необходимость капитального ремонта. При этом, рассказывают жители, за всю зиму чистят крышу всего пару раз. Обязательной проверки перед сезоном холодов в ряде случаев не было вообще. Проводили мониторинг кровель и видели, каким образом кровельное покрытие пробивается ломами. То есть эти отверстия в дальнейшем, конечно же, допускают протечки не только в подъезде, но и в квартиры жителей. Сейчас мы достаточно активно работаем по тому, чтобы рекомендовать жителям и обеспечивать их актами о протечках, для того, чтобы они своевременно заявляли об этом и в дальнейшем имели положительную судебную перспективу по взысканию ущерба с управляющих компаний. Мы разработаем достаточно простой, удобный алгоритм для жителей по смене управляющей компании, для того, чтобы любой житель мог взять образцы документов и достаточно быстро и правильно пройти процедуру смены управляющей компании, если старая управляющая компания его не устраивает и, как ему кажется, оказывает услуги ненадлежащего качества. По качеству содержания «двойка» глава города Елена Лапушкина раскритиковала работу управляющей компанией Куйбышевского района. В ходе объезда территории выявилось много недостатков. Контейнерные площадки засыпаны мусором, дворы не почищены, как и крыши. Подробности в репортаже Лариса Шалафаст. Объезд Куйбышевского района начался с улицы Ореховская. Жители жаловались главе города на непрочищенный проезд. Трактор здесь уже поработал. Местные жители требуют почистить и двор. Но тяжелая техника здесь не пройдет. Люди без разрешительной документации построили рядом с домом баню и заняли территорию. Техники работать практически невозможно, потому что у вас оборы все вынесены. Если бы здесь был достаточный проезд, это одна история, а у вас здесь проезд недостаточно. Даже снег вывезти некуда на этой улице. Основная масса обращений жителей Куйбышевского района связана с некачественной работой управляющих компаний. Жалуются на несвоевременный вывоз снега, содержание контейнерных площадок, очистку кровель. В том, что проблема есть, проверяющие убедились сами. Возле 44-го дома по улице Уральская пройти настоящее испытание. Дорожка вдоль здания покрыта водой и льдом. Сверху нависает снежная глыба. Елена Лапушкина поручила главе администрации связаться с управляющей компанией и срочно решить вопрос по очистке крыши. А руководителю МП благоустройства вызвать сюда технику и привести тротуар в порядок. Пусть хоть воду выгонят и грязь подберите. Особое внимание во время объезда уделили содержанию дворов. Снега действительно много. С наступлением теплой погоды начали образовываться и огромные лужи. Выставляем и откачивают они, но опять с трудом. То есть где совсем уже критически, а там приезжают, качают. Глава города поручила районной администрации подключиться к работе по вывозу снега и отводу таллы воды. Но за бездействие управляющая компания должна быть наказана. Жалоб идет сотни. По сравнению с прошлым годом увеличилось кратно. Уже были мной даны поручения определенным нашим службам, соответственно и административной комиссии, чтобы отработала и понудила управляющую компанию, и другие службы, которые отвечают за контейнерные площадки, чтобы начали приводить и убирать мусор, который после таяния снега образовался. Нарекания к управляющей компании у людей есть и по содержанию домов. Жители пригласили главу города посмотреть подъезд 20-го дома в Молодежном переулке, где недавно протекала кровля. Оказалось, что в подъезде есть и другие проблемы. Люди устали жаловаться и хотят сменить обслуживающую организацию. В целом работу управляющей компании в районе глава города оценила неудовлетворительно. Глава города особенно подчеркнула, люди должны знать свои права и требовать от управляющей организации качество оказываемых услуг. Там, где с этим возникают трудности, подключаются государственная жилищная инспекция и прокуратура. Также люди на общем собрании могут принять решение о смене управляющей компании. При необходимости районной администрации могут оказать консультационную помощь. Завершили объезд на улице Обувная. Жители жаловали, что здесь нет тротуара. Глава города поручила департаменту городского хозяйства и экологии включить этот объект в план ремонтных работ. В качестве временной меры отсыпать участок гранулятом. Лариса Шлафас, Николай Сидоров, События. Открытие Фрунденского моста и умные светофоры. В Самаре прошло второе заседание Общественного совета при Департаменте транспорта Самары. В настоящее время в совет включены представители научного сообщества, общественной палаты и профсоюзных структур. Ответы на наиболее актуальные вопросы в сфере транспортного обслуживания знает мэри Елчан. Жители Самары в ожидании запуска Фрунденского моста. Заблаговременно прорабатываются вопросы транспортного обслуживания Куйбышевского района. По мостовому переходу планируется запуск движения троллейбусов. Для этого Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области совместно с администрацией городского округа Самары ведется работа. Члены Общественного совета при Дептрансе рассчитывают повысить транспортную доступность для жителей Куйбышевского района. Запуск движения по Фрунденскому мосту позволит избежать заторов на дорогах при въезде и выезде из города. Мы серьезнейшую работу проводим для того, чтобы троллейбусные движения по улице главной, по мосту через улицу главную в Куйбышевском районе вторым этапом было оставлено и функционировало. Естественно, не менее важный вопрос – это восстановление трамвайного движения, которое сейчас в связи со строительством Фрунденского моста приостановлено. Еще один вопрос на повестке дня – установка умных светофоров. Автоматизированная система управления дорожным движением будет подстраиваться под дорожную нагрузку. Оценивают транспортные потоки специальные детекторы. Они позволяют считать количество автомобилей, которые пересекают определенный участок дороги. Но заработает система в полной мере после того, как ее установят во всем городе. Представители Общественного совета решили, что такими светофорами с поддержкой автоматизированной системы управления движением нужно оснащать все улицы, которые реконструируются, комплексно или капитально ремонтируются. Это станет новыми компонентами той системы, которая действует на Новосадовой и Московском шоссе. Те ее проблемы, которые сейчас связаны с ее работой, как раз связаны, что она работает изолированно, без учета других улиц. А теперь будут, как условно говоря, сотами появляться участки, где трафик тоже учитывается. И это важное политическое решение. На сегодняшний день в Департаменте транспорта имеется ряд обращений с предложениями по переименованию остановок общественного транспорта. Для того, чтобы изменить название остановки, нужно обращение от группы людей, конкретного человека или организации. А уже после просьбы будут в рабочем порядке рассматриваться общественным советом. Например, была поддержана инициатива переименования остановки «Ипподром» в площадь авиаконструктора Ильюшина. Следующее заседание будет посвящено вопросам строительства метрополитена, а также комплексной схеме организации дорожного движения в рамках Самарско-Тольяттинской агломерации и разработки транспортной модели «Самары». Мэрия Елчан, Максим Гусев, События. Новые помощники на страже чистоты. Автопарк регионального оператора пополнился семью новыми мусоровозами. Анастасия Ярыгина узнала, в чем преимущество новых моделей и как с их помощью изменится темп уборки мусора. Эти мусоровозы включатся в работу, как только их перегонят в автопарк. Теперь у регионального оператора 30 собственных машин. Кроме того, для вывоза мусора привлекается и техника подрядчиков. К концу года планируют закупить еще 30 автомобилей. По словам руководства, сейчас обновление и расширение автопарка – одна из главных задач. Мы сейчас просто подстраховываем там, где есть проблемы, где старая техника, где техника уже не справляется. То есть мы потихонечку заменяем, чтобы автопарк был современный. Есть жалобы, этих жалоб значительно стало меньше с началом работы регионального оператора. Но мы хотим, чтобы этот механизм работал как часы без сбоев. Это новейшие модели мусоровозов. Они достаточно вместительные, чтобы за один рейс вывести до 18 тонн мусора. То есть одна машина может очистить около 60 контейнерных площадок. Каждый мусоровоз будет делать три рейса в сутки. Внутри кабины все условия для комфортной работы. Машины оборудованы системой ГЛОНАСС. С ее помощью можно отслеживать путь мусоровоза, его техническое состояние и качество работы водителя. В автомобиле стоит у нас пульт управления установкой. Не выходя из кабины, могу ей управлять. И все свои действия я буду видеть на мониторе камер. Даже за вождением, за мои действия этот автомобиль выставляет мне оценочки. Показывает, правильно эксплуатировать автомобиль или неправильно. Это наружный блок управления. Он дублирует систему внутри кабины водителя. Рычаги нужны для настройки типа мусорного контейнера. А с помощью кнопок контролируется сама надстройка. Водители, которые будут работать на этих мусоровозах, пройдут обучение в дилерском центре. Управлять машиной совсем не сложно. Поэтому на то, чтобы освоиться в работе, не потребуется много времени. Вообще происходит в рамках одного дня. Сначала происходит первичный заезд с водителем. Затем они поднимаются с инструкторами, проходят теоретическую часть, где обрабатывают все эти ошибки. Далее происходит второй заезд, где уже достаточно эффективно. Автомобили будут постоянно находиться на сервисном обслуживании. Так что работать они должны без перебоев. Анастасия Ерыгина, Дмитрий Мешканцов. События. А теперь коротко о других темах дня. Руководитель бюро медико-социальной экспертизы Самарской области подозревается в многомиллионном мошенничестве с недвижимостью. В сентябре прошлого года глава бюро Дмитрий Драч заключил контракт на приобретение 10 объектов недвижимости. Они были расположены на улице Молодогвардейской, а сумма составляла 390 миллионов рублей. Экспертиза установила, что стоимость объектов недвижимости на дату совершения сделки составляла 151 миллион рублей. Таким образом, завышение цены госконтракта в версии прокуратуры составило свыше 238 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Суд вынес приговор 70-летней жительнице мигзавода, которая выкинула маленькую девочку с балкона. На допросе она рассказала, что накануне весь день смотрела мистические передачи и выпивала. Когда к ней пришла 5-летняя девочка, ей показалось, что в ребенке сидит черт. Пенсионерка набросилась на соседку с молотком, а когда девочка выбежала на балкон, сбросила ее вниз с третьего этажа. Ребенка, получившего множественные повреждения, спасли прохожие. Психиатры признали подсудимую вменяемой. Теперь бороться с собственными демонами женщина будет в колонии. Сегодня в 3 часа ночи на пульт дежурного поступила информация о пожаре в двухэтажном жилом доме на проезде 9 мая в советском районе Самары. Горели домашние вещи в общем коридоре площадью 10 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности 1 бис. В борьбе с огнем участвовали 30 человек, которые использовали 7 спецмашин. Во время тушения был спасен 31-летний мужчина, а из здания эвакуировали 20 человек. Пожар удалось ликвидировать в 3.17 ночи. Обстоятельства возгорания устанавливаются. Сегодня во всем мире празднуется Всемирный день воды. Роль живительной влаги в жизни человека неоценима. На праздники СКС побывала Елена Малютина. Во Всемирный день воды в сквере у арт-объекта Древа жизни на улице Полевой жизнь бурлит, как вода. Сотрудники РКС Самара напомнили жителям о ценности водного ресурса и о правильном бережном его использовании. В компании уверены, роль воды в жизни человека неоценима. Делать те вещи, которые будут направлены на поддержание экологии, на то, чтобы наша вода была чистая, чтобы мы постоянно помнили, что мы в долгу перед природой. И вот все-таки как бы не развивались технологии, первичным остается то, что нам дала природа. На праздник пришли студенты и преподаватели Академии строительства и архитектуры САМГТУ и Самарского энергетического колледжа. Местные жители, сотрудники СКС и представители Октябрьского внутригородского района. Мы поднимаем тему актуальную на сегодня, сохранение водных ресурсов, чистых, сохранение окружающей среды и вообще существование всего земного шара. Поэтому я очень благодарна компании СКС за то, что они привлекают наше внимание к таким мероприятиям. Человек крепко ценит то, что у него есть. Он думает, что все в природе вечно, имея бесконечный запас прочности. Человеку нравилось покорять природу и не заботиться о своем. Ну, вода играет ключевую роль. Вода нужна всем людям. Но этот праздник был организован впервые, я думаю, в нашей компании. Я помню, на моей памяти, три года назад. Все устают, а здесь праздники, День коммунальщика и День воды. И люди радуются, они понимают, что они нужны для города, нужны для населения. На День воды все желающие поучаствовали в викторине, флешмобе и небольшом перформансе. Внимание к воде, как источнику жизни, стараются привлечь не только веселыми праздниками. В компании РКС Самара непрерывно работают над тем, как сохранить водные ресурсы региона. Елена Малютина, Артем Свойманов, События. Весна покажет, кто где недоработал. В Самаре идет проверка дорог, которые находятся на гарантии после ремонта. Выявленные недочеты подрядчики уже начали устранять за свой счет. Каков механизм проверки гарантийных дорог, расскажет Андрей Горгуленко, вернувшийся с ночного ремонта. Что и снег, что и зной, что и дождик проливной. Литая асфальтобетонная смесь хороша тем, что она разогрета до 220 градусов. Вот, даже вот чувствуется тепло. А потому и не страшны ни отрицательные температуры, ни даже осадки. Через 5-6 часов после укладки раствор полностью застывает. Участок можно открывать для автомобилистов. Термо- и влагоустойчивая смесь отлично подходит для гарантийного ремонта ранней весной. Дорожники заделали яму, которая образовалась на Волжском проспекте. Перед тем, как залить асфальтом разрушенный участок, специалисты изучают причину дефекта, чтобы либо изменить технологию, либо поменять поставщиков некачественной продукции. Перед тем, как произвести гарантийный ремонт, каждый дефект нашими специалистами анализируется и оценивается, в чем была причина. То ли это брак поставщика продукции, как, например, в данном моменте, где произошла поломка плиты перекрытия дожберемного колодца. Напомним, комплексный ремонт проводился на Волжском проспекте в 16-17 годах на участке от Вилоновской до Осипенко. Обновляли покрытие проезжей части, газоны, тротуары, люки инженерных коммуникаций с частичной заменой плит перекрытия. В этом месяце был проведен гарантийный осмотр дорожного объекта на предмет выявления гарантийных дефектов. Чтобы определить, какие дороги нуждаются в гарантийном ремонте, представители отдела контроля МБУ Дорожное хозяйство еженедельно проверяют состояние покрытия на отремонтированных улицах. Выявленные дефекты фиксируют, составляют акты и направляют дорожникам. Подрядчик за свой счет производит ремонт, после чего улицы снова объезжают, чтобы проверить исправление ошибок. И уже с наступлением положительных температур, когда температура плюс 20, идет контрольный, то есть самый последний, основной, который уже захватывает непосредственно не только проезжую часть, если мы говорим о комплексном ремонте, но и тротуары, борта, ограждения, знаки, светофоры. То есть все объекты, которые ремонтировались в рамках муниципального контракта и на который в настоящий момент действуют гарантийные обязательства. Этой ночью работали три бригады дорожных рабочих. На сегодняшний день после проверок выявлено 69 дефектов в проезжей части. На 18 объектах гарантийный ремонт уже выполнен. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Садоводы, готовьте тележки. С 1 мая в Самаре стартуют дачные перевозки. В этом году обслуживать жителей будут 70 автобусов. В департаменте транспорта прошла встреча с председателями дачных массивов. Обсудили проблемы и их решения. Слово Даниилу Лучко. Лидия Васильевна Жданова приехала в департамент транспорта, чтобы решить вопрос со въездом в дачный массив «Березка». Прошлым летом обводную дорогу в сторону Саратова отремонтировали, но вместо прерывистой линии нанесли двойную сплошную. Теперь рейсовые автобусы к дачникам не заезжают. Пожилым людям приходится идти с тяжелыми сумками до ближайшей остановки. В сторону Самары это 4 километра, в сторону Саратова – 15. Лидия Жданова уже писала письма в Министерство сельского хозяйства. Ответ – трассу отремонтировали по проекту без нарушений. Мне жалуются, естественно, люди, людям надо туда ездить, они там живут, а проехать не можем. Лишние километры делают это, лишний бензин, лишние расходы и так далее, и так далее. То есть люди недовольны, и очень много недовольны. Людям мне не только неудобно, неприятно, обидно, страшно, то есть люди нервничают. В департаменте транспорта с этим вопросом пообещали разобраться. В ближайшее время организуют график объездов и пригласят представителей ГИБДД, Минтранса и администрации сельского района. Кроме того, самарцы просят организовать горячую линию по вопросам транспорта и добавить автобусов. В прошлом году был отменен 154-й короткий маршрут, который ходил с мехзавода. Активные самарцы рассказали, что вот уже на протяжении 28 лет, ежедневно в дачный сезон, этим автобусом пользуются 50 человек. Специально для них этот маршрут восстановят. Мы надеемся, что процесс организации перевозок будет удобнее для тех, кто пользуется этими перевозками. Дачные перевозки начнутся с 1 мая. До этого три дня будут работать пробные рейсы. Все маршруты сохранятся. В этом году количество автобусов увеличит более чем в два раза. С 30 до 70 единиц. Тарифы пока не утверждены. Даниил Лучко, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и отличных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова